МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Комплексы от обычного музея сегодня в выпуске. Служба в любые регионы России. В Дагестане начался осенний призыв. Новобранцы идут в армию с боевым настроем. Реализация программы «Открытый город». Махачкале демонтируют забор в центральной джума мечети. Более тысячи дагестанцев отправятся в армию. Часть призывников уже сегодня отъехали по местам службы с базы республиканского сборного пункта. С каким настроем ребята ехали отдавать долг отчизни в материале Хадижи Курбановой. Эту команду новобранцы в военной форме будут слышать весь предстоящий год. Сегодня у 20 призывников официальное построение перед отъездом, еще 40 будут отправлены завтра. Осенняя призывная кампания в Дагестане состояла более тысячи ребят. И география довольно обширная – от Дальнего Востока до Калининграда. Ну, немного волнения, потому что как бы привык здесь жить, столько времени прожить здесь и приехать туда, где никогда не был. Перед отъездом начальник отдела призыва военного комиссариата Явнуш Джамбалаев проводит для новобранцев подробный инструктаж, как следует себя вести в армии, а как вести – категорически запрещено. По словам Джамбалаева, на ребятах лежит огромная ответственность достойно представить свой регион, ведь по итогам их службы определяется количество призывников на будущий год. Я всегда им желаю, чтобы количество отправленных равнялось количество вернется из войск. За 12 месяцев можно наведить себя прилично, вернется нормально домой к своим родителям. Будет написана хорошая положительная характеристика. Это билет в будущее. Призывники к службе готовы. 20 ребят с волнением сердца отправляются в добрый путь. Путь службы и верности отчизне. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Свыше 25 тысяч человек посетили исторический парк «Россия. Моя история» со дня открытия в Дагестане. Что побуждает гостей комплекса возвращаться туда снова и снова? Какой мультимедийный зал больше всего полюбился студентам? И сколько нужно заплатить, чтобы, так сказать, войти в историю? Узнавала Ларьяна Шамхалаева. Профессиональные звуковые и световые системы, усиливающие эффект информационного погружения. Настоящее путешествие в прошлое. Исторический парк был построен в Махачкале менее чем за год. 42 компьютеризированных зала общей площадью в 5000 квадратных метров. Наш мультимедийный музей самый крупный после московского. Доступ в первые 4 дня открытия был бесплатным. Сегодня цены на билеты уже установлены. Нам рекомендовано установить цены в регионах, если в Москве это 500 рублей, каждый зал регионам не менее 300 рублей на посещение одного зала. У нас каждый зал стоит 75 рублей. Два зала одновременно, то, что можно посетить, мы объединили, сделали по 150 рублей. От царствования династии Рюриковича и Романовых плавно в период Великих Потрясений до Великой Победы. Переход от 90-х к нулевым. Система автоматически переносит посетителей из эпохи в эпоху. Словно по мгновению волшебной палочки. Этот музей, он отличается от обычных музеев тем, что здесь можно все потрогать. Здесь можно самому войти в историю, образно говоря. Любые факты здесь просмотреть, изучить. В зале 40-х и 50-х годов есть интерактивный план преобразования природы Сталина. Это очень интересно. Стоит активно махать руками, и мы видим, как появляются деревья, как появляются поля, дома и расширяется инфраструктура. А вот результат. Проголосовав на референдуме за сохранение СССР и поучаствовав в электрификации страны, рассматриваем фотоснимки старой Махачкалы и поднимаемся по винтовой лестнице на самый популярный среди школьников и студентов этаж. С открытием этого исторического парка люди больше будут любить и изучать историю. Также им будет легче приходить сюда заниматься, так как здесь есть библиотеки, мониторы. Можно здесь не то, чтобы читать, но здесь еще короткометражные фильмы. Мне понравился зал с проекционным куполом, так как можно смотреть лежа и можно выбрать все, что угодно, про что нам интересно. Мы можем посмотреть там на звездное небо, можем на пуфиках лежать. В музее «Россия. Моя история» есть зал, где можно поучаствовать в викторине. Смотрите, как назывался один из самых ярких фильмов эпохи большого сталинского кино. Кубанские казаки. Но в бочке меда не без ложки дегтя. По словам руководства учреждения, некоторые посетители были замечены за попыткой вырвать листы с интерактивной книги. А ведь мультимедийная система парка стоит ни много ни мало – 150 миллионов рублей. Очень опасаюсь того, что все-таки некоторая часть наших граждан в первые три дня это показали. Они совсем аккуратно относятся. Были акты вандализма, когда часть аппаратуры была испорчена, выведена из строя. Изучать контент экспозиционных залов можно ежедневно, кроме понедельника с 10 утра до 8 вечера. Самое приятное – здесь разрешена фото- и видеосъемка. Гости столицы могут прикупить сувенир в лавке при музее, а утомившись не возбраняется и прилечь. Ларьяна Шимхалаева, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Представители дагестанских СМИ посетили площадку еще сравнительно молодого промышленного объекта с заводом «Мараби», расположенного в поселке Тюбекум Таркалинского района. Инициатором экскурсии выступило Министерство промышленности Дагестана. Напомним, что открытие завода состоялось в январе текущего года. «Мараби» является самым современным заводом по производству керамического гранита и плитки в Российской Федерации. Экскурсия началась с посещения производственных блоков предприятия. Сопровождали журналистов, руководитель производственной площадки, ведущий технолог Фредерико Джорджио и главный специалист предприятия Гамид Тагиров. Делегация посетила все участки производственной площадки. Примечательно, что здесь весь технологический процесс автоматизирован. От заготовки начального сырья до упаковки готовой продукции. По словам Гамида Тагирова, когда предприятие запускалось, на каждом из этих участков работали специалисты от компании-производителя, которые устанавливали и отлаживали оборудование. Отметим, что в настоящее время на предприятии трудится около 130 человек. Средняя заработная плата сотрудников составляет 24 тысячи рублей. Власти Махачкалы расширяют парковую зону центральной Джума-мечети. Для этого перекроют прилегающую автомобильную дорогу. Вот уже второй день ведутся работы по демонтажу ограждения вокруг мечети. Проект согласован с духовенством республики. Масштаб реконструкции выяснял Хамза Нурмагомедов. Центральная Джума-мечеть – жемчужина столицы Дагестана. Ежедневно съемь миноретов разносится призыв к молитве. Пять раз в день на намаз собираются сотни прихожан. А в пятничный день на богослужение приходят более 15 тысяч мусульман. Администрация Махачкалы с целью дополнительного благоустройства прилегающей территории мечети обратилась в духовенство республики. Я обратился к шейху в прошлом году о том, чтобы разобрать этот забор. Были времена, когда на самом деле нужда была в этом заборе. Сегодня, благодаря руководству нашей страны, нашей республики, мы живем относительно прошлого времени диаметрально противоположно хорошо. Поэтому, создав территорию на 8 гектарах через дорогу, где есть там и аллеи, и скамейки, и объекты освещения, взять, мечеть, оградить забором, я считаю, это не совсем правильно. Полностью эта вся территория будет предоставлена нашим горожанам. Люди пришли помолиться, погуляли, отдохнули. Хотят, пусть помолятся. Не хотят, просто отдохнут. Потом это оборвано. После согласования проекта столичные службы ЖКХ активно приступили к демонтажу забора вокруг мечети. Для горожан зону отдыха расширить. Мы убираем сегодня забор. Как уберем забор, мы приведем тротуарную часть в порядок, потом расширим зеленую зону, парковочные места благоустроим. И я думаю, что сегодня весь забор уберут, полностью закончат, вывезем весь мусор. И потом уже завтра, завтрашний день мы начнем уже благоустроивать и тротуар, и зеленую зону в порядок превратить, скамейки добавим вокруг мечети. Задействована рабочая группа с использованием спецтехники. По завершении сноса старого ограждения специалисты приступят к расширению парковой зоны. Для этого будет перекрыта прилегающая к мечети дорога. В момент этапа у нас идет, разбираем забор, разбираем работу. Потом будет у нас расширение парка и парковочных мест до туда. Естественно, эта дорога тоже будет закрываться у нас полностью. Выход будет прямо на колени, вот так обход будет делаться. В данный момент просто вот это сейчас разбираем полностью. Столбы, все, будем сниматься, вот это вещи делать. Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на эту новость. Одни считают, что это очередное отмывание денег, и забор никому не мешал. Другие положительно отзываются о подобных изменениях. Вы знаете, в этом отношении неоднозначно. Многие люди приезжают на машинах, им негде поставить. Хорошо сделали в Грозном. Если вы будете возле мечети Сердца Грозного или Чечни, я не понял, как называется, вы видите, какая там огромная площадь. Машины можно останавливать там. Вообще-то для машин можно было за счет вот этого парка увеличить зону. Я очень удивляюсь, почему давно ее не отдали для людей. Хотя бы раз в пятницу можно было отдавать под большую-большую стоянку. Будут парки, будет все иное. Это все хорошо. Хорошо, что у нас новый этот приехал с Москвы. Мы надеемся, что у нас город будет в лучшую сторону. Срок реализации проекта – два года. Финансирование полностью на себя берет администрация города Махачкалы. Сумма не обозначена. Остается верить, что все обещания администрации города будут выполнены в срок. И территория вокруг мечети станет еще более привлекательной, красивой и удобной для посетителей. Дагестанский гуманитарный институт и Санкт-Петербургский госуниверситет реализуют федеральный проект. Программа направлена на подготовку специалистов с углубленными знаниями истории и культуры исламу. О перспективах и реализации программы в следующем сюжете. В рамках федеральной программы специалист из Петербурга провела в стенах Дагестанского гуманитарного института две лекции на тему информационно-коммуникационных технологий в образовании и методологических подходов к изучению ислама. Среди слушателей – преподаватели ДГИ, гуманитарно-педагогического колледжа, медицинского колледжа имени Башларова, школы имени Юсупова и школы «Райские птички». Цель, собственно говоря, всех этих мероприятий заключается в том, чтобы повысить уровень религиозного исламского образования. Какими методами, в том числе привнесением каких-то достижений, каких-то наработок академической науки. Также прошла встреча со студентами вуза. Анна Маточкина обозначила круг своих научных интересов, призвала студентов постоянно расширять свои знания, в том числе при помощи дистанционных курсов. Для того, чтобы усовершенствовать образование, в том числе религиозное образование, необходимо пересмотреть программы таким образом, чтобы они соответствовали государственному стандарту. Вот это важная деталь. Почему необходимо, чтобы программы соответствовали государственному стандарту? Для того, чтобы выпускники, получившие диплом Дагестанского гуманитарного института, были признаны, скажем так, повсеместно в масштабах всей страны. Для чего это, опять же, делается? Для того, чтобы они могли работать по специальности, по профессии, максимально в большом количестве мест. Вот, можно так сказать. И для того, чтобы, естественно, то, что они знают, то, что они изучают, или, скажем, ислам, как они его изучают, и как они впоследствии будут его преподавать, чтобы, опять же, те знания соответствовали государственным образцам. В ходе встречи студенты задали лектору интересующие их вопросы, на которые получились черпывающие ответы. Продуктом этого станут подготовленные, востребованные и в нашем регионе, и в Российской Федерации в целом, выпускники, теологи, которые будут трудиться не только у нас в республике, конечно же, и за пределами ее. И в Питере мы знаем, что наши выпускники трудятся и в Москве, и в других регионах. Поэтому задача такая, скажем, масштабная федеральная задача. Мы вовлечены в ее реализацию и будем прилагать все усилия, чтобы ее реализовать. Федеральная программа запланирована до 2020 года. Студенты и преподаватели Дагестанского гуманитарного института пройдут курсы повышения квалификации, в ходе которых состоятся круглые столы, конференции и встречи с ведущими специалистами России. И к концу выпуска курс валют на завтра. Доллар остановился на отметке 57,58 рубля, евро – 67,68 рубля. Это были все новости на этот час. Я с вами прощаюсь. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте nntv.ru. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова